Дарья Сударева Дарья Сударева Ярмарки в Новом городе пользуются особой популярностью у горожан. На торговлю съезжаются жители всего Заволжского района и даже окрестных деревень. На этот раз ярмарку посетило около 18 тысяч человек. Не отставали и сами аграрии. Торговля велась с 455 машин. В ассортименте овощи, фрукты, крупы, мед, молочные изделия. Неизменным спросом пользовались мясо, мясные изделия и овощи из борщевого набора. Вся продукция прошла ветеринарный контроль. В целом субботняя торговля принесла сельскохозяйственникам выручки в почти 19 миллионов рублей. Ярмарку на проспекте Ульяновском приурочили году национального единства в Ульяновской области. В этой связи всех покупателей встречали с зажигательными песнями и танцами артисты народных коллективов. Также все желающие могли попробовать угощение национальных кухонь по Волжье. Анна Тищенко, Новости Управды ТВ. В Засвияжском районе Ульяновска в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» ведется строительство Центра художественной гимнастики. На днях глава региона осмотрел ход строительства спортивного объекта. Слово нашему корреспонденту. Центр художественной гимнастики станет кузницей будущих чемпионов, одним из лучших спортивных объектов в Приволжском федеральном округе. Напомним, возведение Центра художественной гимнастики ведется в регионе на условиях софинансирования с федеральным центром. В 2019 году на проведение строительно-монтажных работ выделено более 112 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Строительство объекта находится под особым контролем губернатора Сергея Морозова. «Надо понимать, как он будет подсвечиваться, как он будет вечером, ночью, где будут какие-то внешние экраны находиться. Он должен быть реально современный, потому что таких дворцов по большому счету на одной руке можно пересчитать в России. А то, что он будет самый современный, никто даже не спорит». К объекту уже подведены все необходимые коммуникации. Полностью построено административное здание площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Как отметил подрядчик, сейчас на объекте ведется остекление витражей и окон устройства входных групп. «Выполнено на сегодняшний день порядка 40% от объема, который запланирован до окончания стройки. Ну, вы видите, что на сегодняшний день возведено здание, сделаны ограждающие конструкции и сэндвич-панели. Сейчас идет остекление. Частично произошла отливка полов». В состав центра войдут три зала для проведения соревнований и тренировок с трибунами на 500 зрителей, разминочный зал и зал хореографии. Также будет гостиница на 20 номеров, столовая кафе на 44 человека, автостоянка и медиково-становительный центр. Предполагается заасфальтировать порядка одного гектара земли и озеленить полгектара территории. На строящийся центр возлагают большие надежды. Сегодня подготовка спортсменов проходит на базе школы Олимпийского резерва, где занимается около 400 юных спортсменок. Как говорит руководитель Юлия Власова, из-за небольшой территории принимают не всех, но с появлением нового центра прием расширится до тысяч человек. «У нас самая проблема сейчас в нашем маленьком зале, который находится на улице Льва Толстого в Парту Матросово, у нас очень низкие потолки. Здесь идут стандартные специализированные залы для именно занятий художественной гимнастики. Так как идет работа с предметами, нам нужен высокий именно проброс предметов. Поэтому у нас острая необходимость в этом зале». По информации профильного ведомства, на строительство спорткомплекса будет выделен 501 миллион рублей из федерального и областного бюджетов. В 2020 году планируется выполнить внутренние отделочные работы, монтаж внутренних сетей, работы по благоустройству территории. Здание будет введено в эксплуатацию до конца следующего года, после чего проведут монтаж и установку спортивного оборудования. Спортивный центр позволит проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне. Ирина Антонова, Данил Сурков, Новости Уллправда ТВ. Имя грузинское, отчество русское, а фамилия азербайджанское. От Тамазей Павловича Хусейна Глы знает каждый, кто так или иначе связан с футболом. В 2007 году он был признан лучшим детским тренером страны. К сожалению, сегодня этого замечательного педагога, вырастившего многих поколений футболистов, нет с нами. Однако в честь него назван стадион, где он тренировал, и ежегодно там проводится турнир его имени. Благодаря стараниям Тамази Павловича, стадион «Симбирск», ранее носивший имя «Контактор», начиная с 80-х годов прошлого века, был наполнен детскими голосами. Тренера знали все мальчишки Ленинского района. Сегодня стадиону официально присвоено имя этого выдающегося педагога и тренера. Турнир, посвященный его памяти, сегодня открыл губернатор Сергей Морозов. Мне доставляет огромное удовольствие видеть о том, что его замечательное дело живет. Его замечательное дело процветает. Но все новые и новые мальчишки и девчонки, которые принимают для себя решение заниматься, в том числе футболом, здоровым образом жизни, продолжают это дело. Тренер, чье имя стало неотъемлемой частью истории Ульяновска, родился в городе Батуми, Грузинская ССР. В 1969 году по комсомольской путевке Томази Хусейнов, а также 12 его сокурсников были направлены в Ульяновск. Они возводили такие грандиозные объекты, как гостиница «Венец», мемцентр, дворец профсоюзов. Почти сразу комсомолец стал тренировать ульяновских ребят. Через его заботливые руки прошли тысячи школьников. Коллеги вспоминают о нем с особенным теплом. С Томасом Павловичем мы, в общем-то, прожили долгую жизнь. Но если быть кратким, что, в общем, этот человек большую часть своей жизни отдал воспитание детей через футбол. С ним очень легко было работать. И сейчас просто со слезами, как на глазах, скучаешь, что он так рано ушел, что человек должен был еще жить и жить, но болезнь сгубила его. Поэтому я благодарен судьбе, что меня с ним свела. Работали мы дружно. И поэтому хочется большое сказать спасибо всем, кто присутствует, кто пришел, почтить его память. В конце 90-х для стадиона в северной части города наступили очень тяжелые времена. Завод от стадиона отказался. Томази Хусей Наглы был и директором, и тренером, и завхозом. Сейчас спортивный объект преобразился на глазах. На сегодняшний день мы имеем одно полноценное большое поле для игры в большой футбол. Дополнительно мы общими усилиями постелили два на данный момент мини-футбольных поля размерами 20 на 40. И думаю, весной следующего года мы дополнительно третьим мини-футбольным полем сделаем 20 на 40, который будет находиться на нашем стадионе. Это позволит нам задействовать самых главных детишек, младших возрастов. И как разминочные поля для основных команд. Сегодня на обновленном поле играют 8 команд-участниц турнира. Мальчишки 2008-2009 годов рождения постизаются о владении мячом. В настоящее время стадион – место тренировок для 300 детей воспитанников спортивных школ. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. На третьем технологическом симпозиуме ДМГ «Море» представили опыт отечественного станкостроения. Сегодня Сергей Морозов встретился с представителями правления ДМГ «Море» Кристианом Тонисом, где обсудил дальнейшее сотрудничество. Напомню, в 2016 году был заключен специальный инвестиционный контракт между правительством Ульяновской области, Федеральным министерством промышленности и компанией. Благодаря соглашению компания получила статус производителя России, и все станки, которые выпускаются на территории города Ульяновска, отмечены маркировкой «Произведено в России». Сразу после симпозиума в соседнем нанотехнологическом центре прошло аппаратное совещание, где был дан старт тематической недели национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В эту неделю состоится ряд пресс-туров и посещения представителями правительства, предприятий и экспортеров региона. Также губернатор поручил незамедлительно решить проблему с водоснабжением Красного Яра. Губернатор обратил внимание на отсутствие координации между региональной и муниципальной властью. Подробнее расскажем в следующих выпусках. В Ульяновске завершен муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В этом году сильнейшего из начинающих педагогов выбирали в юбилейный десятый раз. За право называться лучшим в гуманной профессии боролись 57 учителей школ и детских садов. В Ульяновске подвели итоги муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют-2019». Среди участников – педагоги начальных классов и дополнительного образования, учителя-предметники, руководители школ и детских садов. Главный критерий – опыт работы в отрасли не должен превышать три года. Попробовать свои силы решились 57 молодых юношей и девушек. Все 57 человек, которые приняли участие в этом году в данном конкурсе, они тоже все победители. Они победили себя, они показали себе, на что они способны. Они научились друг у друга, общению, обучению. И с новым потенциалом, с новой энергией, с новыми желаниями обучать наших детей, я думаю, они приходят завтра в школу. Первым делом участник показывал визитку, где представлял себя. Далее – открытый урок, где конкурсант проводил занятия в присутствии жюри. Еще одно испытание – публичное выступление, где молодые люди должны были ответить на вопросы и подискутировать на определенные темы. Лично для меня самое простое состязание – это было конкурсное задание, учебное занятие, потому что каждый день везешь уроки и кажется, что это легко. Самое сложное – это публичное выступление. По итогам конкурса победителем в номинации «Молодой учитель» стала Яна Осина, учитель физики из губернаторского лицея. Лучшим педагогом-наставником города жюри признала учителя русского языка и литературы гимназии номер 33 Ирину Малышеву. Лучшим молодым руководителем дошкольных образовательных организаций стала заведующая детским садом номер 85 Елена Башарова. Победу в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» одержала педагог Центра детского творчества номер 2 Елена Стеклова. В номинации «Молодой руководитель» победу одержал директор школы номер 27 Андрей Чаечуков, за плечами которого победа на всероссийском этапе конкурса в номинации «Молодой педагог» в 2015 году. Для меня, наверное, сложным заданием было подготовить образовательный проект. Это, прежде всего, связано с тем, что проекты, как долгосрочные такие инициативы, они формируются и воплощаются в течение достаточно большого промежутка времени. И здесь, когда я готовил свой проект, у меня встал вопрос именно с тем, как реализовать свою задумку, которую я хочу предложить. Потому что я не хочу разговаривать голословно, мне хотелось бы опираться на какие-то факты, которые можно было бы представить. Победители и призеры конкурса представят наш город на областном этапе конкурса профессионального мастерства. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Предпринимателям посоветовали внимательно изучить условия, предполагаемые резидентом ТОССР Димитровград. Председатель правительства Ульяновской области в ходе своего рабочего визита в город Атомщиков провел расширенное совещание по вопросам развития особой территории. Во встрече приняли участие как действующие резиденты, так и потенциальное. Главная цель – информация из первых рук о достоинствах, недостатках и привилегии громкого статуса. Димитровградские предприниматели не торопятся становиться резидентами ТОССР, что в принципе довольно странно. Затрат у них изначально меньше, чем у нагородних инвесторов. А прибыль может быть даже больше. Принцип «дома и стены помогают» работает и в этом случае. Надеюсь, что все-таки все здесь люди заинтересованы и люди не робкого десятка. Поэтому давайте попробуем поговорить, что нужно еще для того, чтобы ваш бизнес начал развиваться. Развиваться начал больше темпами, развиваться начал и выходить из предела города Димитровграда. Мы думаем, что мы создали все условия. Как вы на это смотрите? Собравшиеся уверяют, что желание стать резидентом ТОССР у них есть. Да вот мотивации не хватает. Хотя, на наш взгляд, куда уж больше. Условия для резидентов – одни из самых привлекательных в масштабах страны. Нулевые ставки на основные налоги, прибыль, имущество, землю и транспорт. Существенные снижения отчислений в различные внебюджетные фонды. На сегодняшний день шесть довольно крупных компаний уже почувствовали на себе пользу от сотрудничества с государством. Большинство из них базируются на территории индустриального парка «Мастер». Парк «Мастер» было следующее. Первое – это отремонтированные площади по современным требованиям. Второе – это льготная стоимость электроэнергии. Третье – это очень выгодное, удобное расположение этого парка. Ни для кого не секрет, что он находится на территории бывшего Димитровградского автогрегатного завода, а это центр города. Разумеется, предложение «два в одном» интересует всех, но риск потерять вложенные в развитии деньги при неуполнении условий договора все же пугает местных бизнесменов. Для того, чтобы развеять мифы, связанные с ТАСЭР Димитровград, на эту встречу региональные чиновники пригласили руководство областной и городской налоговой служб. Так сказать, расставить точки над «и». Одним из тех, кто серьезно задумывался о получении статуса резидента ТАСЭР, стало руководство мебельной фабрики «Аврора». Мы планируем удвоение штатной численности, на данный момент просчитываем бизнес-план. На данный момент у нас работает 260 человек. Думаем, что в связи с тем, что мы запустим ряд новых направлений и будем работать с федеральными сетями, мы сможем удвоить свою штатную численность. После этого совещания мы получили ответ на большинство вопросов. Я думаю, что так как до 1 июля 2020 года будет уже окончание ступени ТАСЭР, я думаю, нам все будет понятно уже к 1 января следующего года, скорее всего, мы будем вступать. Кемран Кичимайкин, Виталий Немов, Димград-24, специально для Управда ТВ. В Димитровграде прошел всероссийский мастерский турнир по спортивному и боевому самбо. Соревнования были посвящены памяти знаменитого димитровградского тренера Михаила Дерябина. Вот уже 11 лет подряд популярность турнира набирает обороты. В этом году на состязание съехали спортсмены из 22 регионов России. В церемонии открытия соревнований началась парада спортсменов. Одним из первых с началом турнира самбистов поздравил председатель комитета по физической культуре и спорту Игорь Волков. Это наш национальный вид спорта, основным результатом которого является постоянная готовность защитить себя и своих близких. Именно такую политику проводит наше государство. И поэтому мероприятие, которое мы проводим сегодня, уже в очередной раз, оно для нас очень значимое. Творческие коллективы города поприветствовали участников соревнований яркой программы. Более 160 самбистов в различных весовых категориях боролись за звание лучших на димитровградском ковре. На татаме развивались нешуточные схватки. Ведь на кону у спортсменов была не только победа в престижных и традиционных состязаниях, но и в выполнении нормативов на звание мастера спорта России. Мы, конечно, с ожиданием Ульяновской области, вся Ульяновская область, самбисты, каждым годом ждут этот турнир. Потому что на этом турнире можно провериться, посмотреть на свои силы и как бы попробовать выполнить норматив мастера спорта. В состав сборной команды Ульяновской области вошло 20 спортсменов. 12 из них – димитровградцы. В их числе был и Артур Сабитов. Я выступал в категории 52. У меня было два соперника. Один из Казани, а другой из Димитровграда. Сейчас стараюсь пробиться в финал, выиграть его и выполнить норматив мастера спорта. Пока спортсмены выясняли, чье мастерство достойно победы на коврах, часть из которых является наследием Тафиса, маленькие зрители с удовольствием рассматривали экспонаты, размещенные на выставочном стенде одного из резидентов ТАСЭР «Димитровград». Фабрика «Полесье» в этом году присоединилась к числу партнеров турнира. Соревнования прошли одни в нем. Уже вечером судьи подвели итоги турнира. В общекомандном зачете сборная команды Ульяновской области заняла второе место, уступив пальму первенству гостям из Нижегородской области. В личных зачетах в копилке димитровградских самбистов два первых места, одно второе и одно третье, а также два выполненных норматива мастеров спорта России. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Димград 24, специально для УПРАВД ТВ. Сегодня Всемирный день дзюдо. В преддверии праздника в Ульяновске прошла серия турниров, а также акция, посвященная спасению планеты по саде дерева. Участие в ней приняли и ведущие дзюдоисты региона. Универсальный спортивный комплекс «Новое поколение» похож на муравейник. Его облюбовали юные дзюдоисты. Более 600 спортсменов из десятки регионов страны собрались, чтобы разыграть награды первого этапа детской лиги дзюдо «Кубок Симбирска». Эти соревнования в первую очередь должны дать много положительных эмоций, так как проводим это как большой спортивный праздник. В то же время учебный и соревновательный опыт, который необходим юным спортсменам, в преддверии больших турниров международных, например, или первенств России. Подобные соревнования для юных спортсменов в истории Приволжского федерального округа организованы впервые, поэтому и уникальны. Они пройдут в несколько этапов – четыре в Ульяновске, по три в Самаре, Пензе и Оренбурге. Каждый из 13 турниров посвятят отдельной теме. Первый из них Ульяновский проводит в рамках Всемирного дня дзюдо и устраивает акцию «Посади дерево». Так, благодаря стараниям ведущих ульяновских спортсменов и ветеранов регионального дзюдо, в аллее «Фока» новое поколение и появляются еще три маленьких туи. Любое действие, которое к чему-то ведет, я думаю, оно будет на благо планеты в пользу. Любое дерево, любой куст. Тут же, я так понимаю, что еще есть глубокий какой-то смысл в фитософии, что мы должны быть лучше из себя вчерашним. И такими промо-акциями мы делаем что-то на земле шаг за шагом лучше и лучше. Более сотни медалей разыграли участники первого этапа детской лиги дзюдо Кубок Симбирска. Более 20 из них остались в Ульяновске. Среди победителей турнира юные ульяновцы – Мурат Мафтахеддинов и Илья Елизаров. Именно они возглавили рейтинг новых соревнований и будут фаворитами на следующих этапах. Михаил Рассашанский, Новости Улправда ТВ. В первой гимназии прошел осенний субботник. Родители вместе с детьми очистили от мусора не только школьный сквер, но и всю территорию гимназии. Подробности у Натальи Чумаченко. Десятки грабель, метел и лопат разошлись буквально за минуты среди участников субботника в первой гимназии. Больше 80 человек пришли на уборку школьного сквера, где растут яблони. Субботник организовал совет отцов гимназии. Не секрет, что в родительских комитетах нашей школы, да и любой другой школы, в основном состоят мамы, женщины. И на их хрупких, можно сказать, плечах лежит огромное количество организационных вопросов по мероприятиям, которые проходят в школе, ну и многих всяких вещей. К счастью или к сожалению, отцы больше работают, заняты бизнесом, карьерой и так далее, командировками, и меньше уделяют времени воспитанию детей. И поэтому было, в том числе и поэтому, было такое решение создать совет отцов. Среди задач совета – формирование ответственного отношения к семье и детям, укрепление институтов традиционной семьи. По словам директора первой гимназии, ничто так не мотивирует, как воспитание подрастающего поколения на личном примере. Намеченные первые мероприятия, я примерно почитал, где-то 70-80 уже человек есть. И что я сказал патриотично? Смотрите, прививаем любовь к труду. Посмотрите, сколько детей, да. То есть практически каждый родитель пришел со своей семьей. Мы называем совет отцов, но посмотрите, и мамы, в голове, конечно, с папой, и дети. Отцы пилили трухлявые пни и перекапывали землю. Мамы таскали сухие ветки и граблями собирали мусор. Дети укладывали опавшую листву в мусорные пакеты. За пару часов дружной работы яблоневый сад гимназии преобразился. В нем стало чище, уютнее и светлее. Эта акция направлена только на то, чтобы прекратить ту политизацию, которая возникла вокруг этого вопроса, чтобы никакие деструктивные политические силы не пытались присоединиться. Действительно, если нам, детям, родителям, ученикам, учителям этот сад дорог, мы должны его содержать в порядке. Поэтому именно сегодня первые шаги мы уже совершаем. По словам участников акции, в дальнейшем в сквере предстоит еще много работы. Будут проведены консультации с городскими экологами, ландшафтными дизайнерами и садовниками по возможному благоустройству парковой зоны, где растут яблони. О каких-либо суммах речи пока не идет. Но, как отметил Михаил Сычев, часть родителей готова выделить средства. В ближайшее время в гимназии номер один состоится конкурс рисунков, в которых учащиеся представят свое видение развития яблонево сада. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правда. ТВ. 29 октября из-за повышения атмосферного давления существенные осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов. В ночь с 29 на 30 октября похолодает до минус 4 градусов. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова